Доброе здоровьи, уважаемые посетители канала, особенно автолюбители. Я имею вот такой вот автомобиль Lexus LX570, 2014 года выпуска. У меня он с 2017 года. Что делал там прежний хозяин, я не знаю. Вроде бы 47 тысяч километров пробег был. У меня уже за 110 ушло, и я решил покопаться, что там надо сделать. Помимо того, что меняем масло, фильтр, воздушный фильтр, масляной там и некоторое другое. И оказалось, надо сделать очень много различных вещей. И вот именно эти вещи я решил сделать для того, чтобы моя машинка и дальше радовала меня. Автомобиль Lexus LX570. Сегодня у нас по плану обслуживание, замена свеч зажигания, очистка форсунок, замена жидкостей в автоматической коробке и мостах. Убираем декоративный щиток, воздуховод, шланги вентиляции, картерных газов. Затем обдуваем все сжатым воздухом, чтобы предотвратить попадание пыли внутрь впускного коллектора. Демонтировали боковые накладки декоративные. Обдул воздухом. Отсоединяем топливные магистрали. Пока правую сторону форсунки снимаем. Форсунки правой стороны демонтировал. Явно видно, что нижние уплотнительные кольца высохли, раздавило их. Они уже настолько жесткие, что невозможно стянуть. Хочется их разрезать, благо есть заказанные новые. Новые уплотнители надеты. Осталось смазать уплотнители маслом и устанавливать топливную рампу. Собственно, приступаем к сборке. Ну вот, форсунки установлены на стенд, через переходники. Идет промывка. Промывка держит эти лавер ML101. Пока займемся заменой свеч. Правый борт. Ну вот, форсунки снял с промывочного стенда. Сейчас произведем замену уплотнительных колец. И будем устанавливать на место. Форсунки показали хороший распыл. В целом, вернее, в общем и целом, нареканий не вызывают. Пока они промывались, мы заменили свечи правого ряда цилиндров. Ну что, демонтировали форсунки левого борта. Сейчас уже будем ставить на промывку. Пока будут мыться, будем менять свечи. По традиции. Ну что, форсунки распыл. Вполне приличные. Но это уже третий так. Заканчивается промывка. Вполне-вполне достойно. Ну вот, форсунки снял с промывочного стенда. Сейчас произведем замену уплотнительных колец. И будем устанавливать на место. Форсунки показали хороший распыл. В целом, вернее, в общем и целом, нареканий не вызывают. Пока они промывались, мы заменили свечи правого ряда цилиндров. Наконечники готовых зажигания перед установкой обрабатываются, чтобы не было ни грязи, ни пыли, чтобы статических пробоев потом по ним не проходило. Ну, собственно, замена свечи зажигания. Свечи опускаю на направляющий, чтобы при ударе в одно колодце не изменился искровой зазор. Менять то еще удовольствие. Хотя левая сторона все-таки попроще правой. Дальше подтягивается динаметрическим плечом. Ну, собственно, так. Устанавливаются точно такие же свечи. Оригинальные. Каталожный номер видно на коробочке. Так. Здесь явно видно электроник. Ровненький, чистенький. Ну, новая свеча. Демонтировали четвертую свечу правого ряда. Тут вот на видео видно. Электрод, конечно, подвыгорел. Но, в принципе, вполне еще нормально. Скажем так, замена своевременная. Не переездила ничего. Ну, вот форсунки установлены на место. Так. Не проглядывается. Двигатель чистый, сухой. Ни в мойке, ни в очистке, ни в замене прокладок. Ни в чем не нуждается. Все как бы замечательно. Все хорошо. Заканчиваем сборку правой стороны. Как еще раз повторюсь. Была произведена очистка форсунок и замена свеч зажигания. Собственно, сливается масло с раздаточной коробки. Снята защита. Все. Открыли заливную сразу, чтобы не булькало. Сейчас сольем, заправим по новой. Перейдем к заднему мосту. И как вишенка на торте, будет у нас АКПП. Собственно, заправляем раздаточную коробку свежим маслом. Полная заправка. Слилась хорошо. Все чисто здесь. Так. Сливаем масло с моста. Вообще чистенькое. Приятно посмотреть. Ну, раз уж полная замена во всех агрегатах трансмиссии. Меняем везде. Собственно, заправка заднего элитера с верным маслом. Последняя точка трансмиссии. Дальше только АКПП. Замена масла и фильтр. Сливаем масло с АКПП. По идее, за раз у них сходит в районе четырех литров. Может быть, чуть больше. Ну, а там посмотрим. Перед тем, как демонтировать поддон с АКПП, максимально стараемся очистить стыки, чтобы как можно меньше грязи было, чтобы меньше занести ее внутрь. В идеале, конечно, совсем не заносить. Так. Ну что, замыли. Начинаем демонтаж. Ага, сладенько. Попробуем сейчас еще заценать. Не опустить. Ух ты. Да, часть болтов идет со скрипом. Наверное, мне страшно. Придется в раскалочку. Пожалуй, я. Но не бесполезно. Еще один печальный. Нет, пошел. Собственно, поддон коробки. Ну, магниты на дне должны собирать продукты износа. Собственно, фактически нет ничего для этого пробега. Отлично. Сейчас моем поддон, меняем фильтр, собираем. Откручиваем фильтр. Собственно говоря, последний болт остался. Ну, одновременно снимать и откручивать сложно. Так что, думаю, и так все понятно. Собственно, гидроблок. Сейчас чистыми салфетками промокаем все это дело. Обезжеваем поверхность. Ставим новый фильтр. Вот. Сложно снимать. И работать одновременно. Соленоиды. Соленоиды регулировки давления. Что здесь увидишь? Особенно ничего не видно. Сейчас замываем. Ставим новый фильтр. Собираем. Собственно, новый фильтр установлен. Обезжеваем прилегающую плоскость поддона. По мере силы возможностей полностью обезжирить. Фактически не получать. Потому что объем масла большой. Истекать оно будет до скончания века. Ну, собственно говоря, поддон на месте. Насколько можно было обезжирить или посадили. Заправляем свежую житель. Вон, заливная пробочка. Ее видно. Ну, и, собственно, уровень масла выставляем. Прогрели коробку. Контрольное отверстие. Двигатель заведем. Так, видно плохо. Так. Давай потихоньку. Второй специалист. Как же попасть светом туда? Качай, качай. Это уже, собственно, вторая. Все, стоп! Ты не качаешь, что ли? Сейчас. Лишнее пусть сойдет. Сейчас наживлю. Так, держи. Весь облился. Ну, вот, собственно, избытки масла вытекли. Закрываем пробку. Ну, глушим автомобиль. Ну, вот, ласточка моя. Он же Моби Дик, он же Беляш.